Алло, здравствуйте! Это по поводу вашей мебели. Кстати, я тут не в разврате. Ой, голубые глаза! Была в Икее, я купила белые, чисто белые. Всё, перед тем, как хейтеры начнут бомбить. Так, пока я тут снимаю кучу видосов всяких разных, у меня на бардачок уже пришла Таня. Да, сейчас мы её будем встречать! Все встречают тебя, Таня, смотри. И Денечка, и Милочка, посмотришь потом влог. Вот так все встречают. Сейчас мы с Таней планируем снимать видосики. В ТикТок хотим попробовать что-нибудь наснимать весёленького. Ну, и снимать будем фикс-прайс еда. Может, это Таня? Таня, да, Таня. Открываем. Она уже с записочкой. Ой, какая красивая, смотри, яркая вся девочка. Да, всё формаечек, как обычно. Ой, голубые глаза. Ой, как тебе идиот, обалденно вообще. Другое лицо. Давай пакеты, раздевайся. Ой, тяжёлый пакет. Как всегда с гостинцами, представляете? Да, кукуруза, Деня, всё, как ты хотела. Ты голенькая, да? Я не голенькая. Вы не думали. Для неё это голенькая. А то вот ты думаешь, что ты реально голенькая. А ты интригу создаёшь, да? Привет, мои хорошие. С вами Селена и... Привет, Дэнни. Ой, короче, я не помню. Когда я последний раз снимала, немножко такой влог у нас получается сумбурный. Так, я тут не в разврате, кстати. Кстати, я тут не в разврате. Вчера мы весь день провели с Таней. Чего мы только не делали. А, вчера я поснимала видео, потом приехала она ко мне. Мы снимали тиктоки. Потом мы выехали из дома. Поехали в магазин лента. Надо было нам закупиться продуктами кое-какими. Потом мы пофоткались. Потом заехали в один магазин обуви. Блин, такую классную обувь нашла. Ну, 6500. Ну, и она такая, как бы, знаете, своеобразная. Может быть, не всем вам понравится. Но я такое обожаю, люблю. Я увидела прям кайф-каф. Но, к сожалению, там не было размеров. Вот, чтобы я померила, 37-й. Потому что 38-й, он прям такой, немножко, прям совсем свободный. И мне кажется, что она кожаная, еще растянется. А 37-го не было, к сожалению. Вот. Ну, прям вообще кайфучая. Прям вообще, как я хотела. Такие, знаете, сандалеты. Вот я то, что до этого мерила. Вы там говорили, нет, нет. Но это прям вот, прям вот то, что я хотела. Ну, ладно, у меня похожие как бы есть. Ну, не похожие, эти более в кроссовках вариант. Мои то, что, да. Ну, вот эти, о которых я говорю, да. Эти в кроссовках больше. А те больше, как будто в классических сандалях таких, знаете. Тракторная подошва такая, не очень высокая. Ну, короче, классные. Ну, ладно, не суть. Потом мы приехали домой. Покушали, уложила малого. И мы с Таней еще трещали до 3-х часов ночи. Вообще. Поздно легли спать. И проснулись сегодня. Вообще четко вчера уснули. Дэнни, я и Мила. И просто никто не просыпался четко до половины 11-го. Я открыла глаза. У меня Милочка. Я прям думаю, блин, ну кто бы заснял эту картину. Вам было бы так миленько увидеть все это. Я сплю. Милочка спит там у нас. Дэнчика спит. И вот все, когда начинают просыпаться, такие, милочка, там вот она вот сюда ко мне прилезет, начинает меня умывать утром. Дэнни такой весь мамочка, такой мамочка. Вот так все у нас, так ласково вообще утром. Ну, я утро прям на самом деле с самого начала. Не знаю, может у меня такого утра не было. У меня разные утра были, когда я была маленькая. Но почему-то вот мне прям для своего ребенка захотелось так, чтобы утро у него начиналось с моих поцелуев, с нежности каких-то, да, там поглаживание по спинке, там поцелуйчик, сказать, как я тебя люблю. И вот какой бы день ни был, но утро всегда должно быть вот такое, как, знаете, вот задать тон утру. И вот по сей день, с первых дней, как он родился, я всегда так делаю. И по сей день, и он сам уже привык, он сам просыпается, улыбаясь, потому что знает, что сейчас будут поцелуи, обнимашки. Вот, и прям вот, вот так вот. И он сам уже такой же, такой же, он там повернется ко мне, мамочка. И милка такая же у нас, вот, двое детей у меня таких прекрасных. Сейчас мы приехали в бассейн, я сейчас беру видеокамеру с собой, мы снова встречаемся с Таней, сейчас в бассейн сходим, и мы поедем, нам нужно поехать на классик, там я кое-что хочу купить. Ну, там проводочки такое все, и ей надо посмотреть там штатив, и свет, посмотрим. Примерно цены знаем уже, ну вот, она хочет начать пробовать блогерскую деятельность. Кстати, проходит мой курс, так я ей ничего особо не объясняла, она взяла мой курс и проходит его. И вот она первоиспытатель такой, чтобы посмотреть все нюансы, все дела, какие есть. И если ей все понятно, все ясно, потому что она вообще в этом ничего не понимает, то есть, ну, вплоть до того, что канал, канал, а что, как, где, ну, то есть, понимаете, да. И вот если она все понимает там, и все хорошо, и нет никаких вопросов, то замечательно. И, кстати, подогреваю, да, интересы к моему курсу. К моему курсу будет идти не только вот эта теоретическая часть, но я еще и буду брать этого человека, и вот на протяжении двух недель я буду его брать с собой и общаться. То есть мы обменяемся телефонами, и будем общаться с любого конца земли, по WhatsApp, любые вопросы, технические, там еще что-то, все, что я знаю, все буду вот как бы держать связь, и в течение двух недель буду вести человека. Поэтому в его интересах будет как можно быстрее пройти курс, там не так уж, чтобы, знаете, там вся выжимка только. Можно вообще и за один день, на самом деле, весь его пройти, вот, попробовать там, да, и уже высылать мне какие-то материалы на проверку, да, чтобы я проверяла нюансы, давала рекомендации. И, ну, как бы все равно в процессе, когда человек начнет прям конкретно, будет очень много вопросов. Поэтому я решила такой бонус сделать, что буду вести человека в течение двух недель. Это идет вот с курса такое. Вот, ну и буквально вот сейчас-сейчас и буду запускать. Вот, что еще хотела сказать? А, ну вот это мы на классик поедем, потом... Я уже выбираю себе подарок, дню рождения, я была услышана. И то, что я хотела себе купить, как помните, да, то, что я хотела себе приобрести, я могу теперь себе выбрать. Поэтому у меня сегодня день, да, выберушек, побрякушек. Потом все покажу, чем руководствовалась. Еще я хочу проколоть себе уши. Где бы, где бы их проколоть? Я не знаю, даже в какой-то салон красоты. Надо зайти, кстати, вот здесь вот рядом у нас есть салон красоты. Можно даже зайти, может, у них сейчас после бассейна прострельнут сразу. Я даже не знаю, хочу по одной здесь, да, или прям сразу по две. Во-первых, я люблю, почему я хочу это сделать. Я люблю, когда несколько дырок в ушах, да. Ну, наверху здесь не знаю еще. Мне вот наверху, когда, да, мне кажется, это немного какая-то такая рокерская тема. Вот наверху не это, не прикалывают меня сережки. Как-то вот, не знаю, не чувствую я. Хотя на ком-то, может быть, нравится смотреть, но на себе не ощущаю пока этого. Может быть, со временем еще. А вот сережки, которые дополнительные, да, мне нравятся, чтобы, например, здесь какая-то весюлька была, да, а здесь брюлики. И так как у меня уже их много будет, вот, вот этих гвоздиков, да, мне хочется, чтобы вот так раз-два гвоздика, а здесь весюлька какая-то, например, да. Ну, и плюс от того, что я люблю гвоздики, я их беру для чего-то, вот я в них сплю, да, они мне не мешают, я их не снимаю, всегда что-то в ушках блестит, это круто. Вот, но при этом я хочу все-таки менять сережки, да, там, одевать какие-то крупные, еще что-то. Мне нужны свободные дырки, поэтому я вот хочу сделать дырки для того, чтобы носить свои брюлики, гвоздики, точечки блестящие, и освободить дырки для больших объемных сережек под какие-то образы. Вот такие планы у меня. Хочу проколоть уши. Что еще сегодня? Что еще сегодня? А, Тане показала, что я купила на распродаже, она офигела, 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 ей все понравилось, что я купила. И она говорит, я тоже хочу зайти в этот магазин, в Кроп, их что-нибудь купить себе. Поэтому сегодня мы зайдем, наверное, в Мегу поедем, и вот я буду пока украшения все выбирать, она посмотрит в Кроп, но я тоже посмотрю, потому что я была в горизонте в Кропе, а в Меге не была. Короче, сегодня мне прорвало, мы проснулись, Света нет, я выпила сейчас чашку кофе, и вот сейчас поведу Даньку в бассейн. А вообще бы мне еще кофе бы выпить там, проснуться. Данька уже зевает, пока я там болтаю. Ну ладно, беру вас с собой, надеюсь, не забуду про камеру, возьму, покажу вам что-нибудь. Ну что, мы уже заехали на рынок, вон мои детки конфетки. Мы же заехали на рынок, походили там, я купила бигудиси, липучки, кстати. Посмотрим, как будут липнуть для них мои волосы, надеюсь, я не запутаюсь в очередной раз. Потом мы были еще на почте, я взяла посылочки, у меня классные новиночки, покажу потом. Так, и сейчас мы зашли в Мегу, сейчас мы покушаем, а только потом пойдем уже делать все дела, помогая Финчикам. Мы пойдем кушать блинчики, Даньки, как всегда, возьму блинчик с сыром, потому что больше никакие он не ест. Обычный блин с маслом или блин с сыром, но лучше с сыром, да, наверное, мне кажется. А я себе блин цезарь неизменно, это мой любимый флаг. Ой, ну что, мои хорошие, приехала мы домой, я вам показывала, то есть понимаете, да, что мы были где, мы были в торговом центре, и все. И вот сейчас я уже думаю, так, у меня сегодня вообще, сегодня бешеный какой-то день в плане, в гороскопе у меня, наверное, написано, что у меня, не выезжайте далеко, будет что-то у вас там по дороге, короче. Вы завернете не туда, уедете не туда, я уже уехала, я сначала поехала к Тане каким-то непонятным путем, просто там переволновалась вся какими-то камышами, в общем, больше никогда не буду так ехать, ладно. Потом, когда Таня уехала с торгового центра, там она уже устала, короче, а я еще делала дела, уехала, я сажусь за руль, еду, короче, до нее отвезти ей вещи, и в итоге, короче, я поворачиваю просто не туда, куда-то. И уезжаю 20 километров от Москвы, короче, проехала еще 20 километров от Москвы, от Москвы, от Ростова в сторону Москвы, и 20 километров обратно, короче, 40 километров я еще покаталась. И потом, когда я уже на районе у Тани была, я тоже там что-то повернула не туда, что-то какая-то там дорога хреновая, и, короче, да, дорога. Вот, Деня, ложись, пожалуйста. Нет. Вот, накупила кучу всего, кучу всего, все, детки ложатся спать, сейчас мы уже ложимся. Пришли, что хотела сказать, показать, вот, разбираю посылку, блин, тут пришла ко мне, вот, тот самый спрей гиалуроновый, о котором я говорила, американской компанией, Nuskin, Napka называется. И я, честно говоря, у нас в России, вот, я же говорю, нашла там в одном месте, помните, я хотела там заказать, но они что-то там, им надо сначала, короче, непонятно, у них какой-то сайт был, он у меня не вызвал доверия. И в итоге я, короче, зашла на официальный сайт, он у них такой русско-английский, да, зарегистрировалась там и сделала заказ. Короче, стоит это 800, 800 или 850 рублей, 850 рублей и 100 рублей доставка. Короче, у меня все вместе вышло 968 рублей. Все, вот этот самый спрей гиалуроновый, он вылечил меня от шелушения на головы. Я просто любым шампунем тогда искупалась и просто напшикала себе на те места, на кожу головы, где шелушилось. И все, и вот я это делала, пока он не закончился. Потом он закончился, и там 2-3 года я, наверное, вообще просто знать не знала, что такое шелушение головы. А потом опять началось. И вот я решила опять его себе, короче, заказать. Ну, плюс он для лица, для волос, для тела, короче, увлажняет хорошо, ну, кайфово. Так как он мне помог с волосами, вот, с кожей головы, то, что ничего не помогает, я поняла, что он просто best the best, я его заказала. Так что вот то, о чем я много-много говорила вам. Доброе утро, мои хорошие. Сегодня особо странное утро, потому что вот я, знаете, вот проснулась, короче, и я такая на взводе все утро. Ну, наверное, гормоны бьют ключом, ПМС, может быть. Ну, вы знаете, вот ничего не происходит такого, да, но у меня нервоз какой-то внутри, вот такой вот нервоз прям, вот такой вот прям вот он, вот так вот там вот колеблется. И вот-вот-вот, да вот сейчас что-нибудь взорвусь. Хотя причин нету, понимаете? Только позитивные причины все вокруг. О чем не подумаю, вроде бы радость возникает внутри, но вот этот общий нервоз. Так, надо это сделать, надо то сделать, и так, и так, и так, и так. И вот обычно как бы более-менее спокойно все это проходит внутри. Короче, ой! Много разностных событий, наконец-таки, совершаются, совершаются, наконец-таки, задуманные планы. Вот, ну, давайте об этом попозже, в следующих влогах уже, да. Сегодня, какие планы? Сейчас 2 часа, на 15.30 я записалась на ЛПГ-массаж. Буду проходить комплекс ЛПГ-массаж. Плюс, не помню, как называется, процедура, там еще коррекция, жироубирание, энергосжигание. Что-то такое, короче, забыла, потом скажу. Еще раз. И затепят мне ягодицы. Вот, хочу, чтобы мне затепили. Я, на самом деле, не знала об этом. Оказывается, можно, короче, пластыри... Мам, давай подписать. Иди, солнышко. Оказывается, можно пластыри аккуратно, пластыри на ягодицы как-то так правильно наклеить, потом с ними ходить 4 дня, и такую процедуру продолжать раз, я так понимаю, то ли в 4 раз в месяц, на протяжении 4 месяцев. Короче, я не знаю, как это работает, но суть в том, что эти пластыри держат правильную форму, а потом уже как-то правильно начинают функционировать сами мышцы. Ну, короче, мне это очень любопытно, потому что я хочу немножко свою кожу действительно в тонус, да, потому что у меня такой цилик немного тут есть, да, там, и, ну, заниматься надо, вот. Ну, я думаю, что сейчас начну на LPG ходить, и начну потихоньку заниматься. А, еще мне нужно, да, уже подготовить все, что нужно. У меня там целый список, что нужно купить. Я никак не купила, и уши никак проколоть не могу. Блин, вот просто сейчас в ближайший салон заскочу, скажу, можете проколоть уши. Я, кстати, не знаю, если я проколю вот здесь, вот здесь вот у меня, да, все комфортно, ничего нигде не давит. Вот, а если я рядом проколю, не будет оно уже врезаться мне? А я еще две хочу. Две здесь, две здесь. Мне интересно, не будут ли они мне мешать? Ну, посмотрим, да, если что, просто дырки останутся. Ну, я надеюсь, их видно не будет. Ладно, посмотрим. Проколю, а там видно будет. В этом смысле я не боюсь что-либо потом подпортить. Вот, что еще? Да щиток надо купить, чтобы спрятать эти провода все. Я уже там все замерила. Беленький щиточек какой-то сейчас на рыночек. Заеду, спрошу, может, у них есть? Вот, и вроде ничего больше не надо. Перед тем, как делать гардеробную и кухню. Да, в следующих видео мне уже позвонила, мебельщики позвонили по кухне, назначили уже дату привоза и сборки. Планирую делать все в один день, я так понимаю. Вот, но я хочу вам отдельно снять гардеробную, подробности какие-то, что как, да. Ну, вообще, чтобы было отдельное видео. Кому-то нужно будет гардеробная, а кухня не нужна. Лучше человек, чтобы узнала о гардеробной. Вот, они соберут первую гардеробную, я попрошу, я ее сниму. Вот, а на следующий день я уже выложу кухню. Вполне возможно, что даже не за один день все это закончат, поэтому вот такие видео скоро будут, девочки. Я, честно говоря, мне позвонили, когда и сказали, алло, здравствуйте, это по поводу вашей мебели. И даже без здравствуйте я, ура! Он такой говорит, ну, так еще никто не радовался. Я говорю, это просто день рождения у меня скоро, и новоселье хочется, ну, в день в день, да, снять. Он такие, да, мы помним, мы знаем, типа, с наступающим вас. Вот, так что, очень круто, прям вот четенько. Вот. Ну и что? Сейчас я выйду, я не знаю, успею, не успею, на рынок успею заехать, и успею спросить про прокол ушей в салоне рядом. И все, и уже еду на LPG. А после LPG нужно будет заглянуть в свой список, посмотреть, что мне нужно сделать. Маме позвонила сегодня, что-то я говорю, помоги мне там передвинуть то-се, а потом что-то я смотрю и думаю, а что мне тут помогать? Ну, чтобы она приехала, мне нужно тоже там куда-то не поехать, выкроить время дома. Ну, как бы на самом деле глобальных перемен никаких нет. Я говорю, ладно, давай ты утром приезжай, завтра. А вечером я сейчас сама перетаскиваю какие-то моменты, освобожу, ничего сложного. Стой, Кисть. На. Что ты мне кидаешь невидимые? Ладно, Данька хочет играться, пойдем поиграем. Ой, мои хорошие девчонки, вообще я устала. Я была в Икее, я купила белые, чисто белые, вообще очень бюджетные, 49 рублей, тарелки большие, белые, вот просто классика. И такие глубокие мисочки. Не знала, сколько брать блендштук, потому что на самом деле у меня редко, когда новоселье, прям много-много народу, там день рождения, еще что-то. Ну, я взяла 8 больших и 5 таких глубоких. Ну, в основном вот такими большими пользуются. Потом покажу, короче. Монтажную пену взяла, взяла какую-то интересную в контате этой. Ой, сейчас покажу. О, растворимый, смотрите. Растворимый кофе, очень концентрированный. Орех макадамии, он очень вкусно пахнет, мне дали понюхать. Вот, мама у меня пьет растворимый кофе. Ну, я иногда, когда спешу там, или иногда просто, ну, кайф. Можно было такое взять у них, как его называют, ну, чтобы я делала... Ой, просто я устала, мне мозг отключился сейчас. Чтобы я делала сама натуральный кофе, в зернах можно брать. А есть вот растворимый, они прям делают. Короче, из Бельгии там такое вот, что-то прикольное. Вон, в баночке. Вот, ну, стоит не дешево, там стоит 500, почти 600 рублей, короче, стоит эта баночка. Здесь 50 грамм. Но он очень концентрированный, и типа его должно хватить надолго. Тем более мне. Вообще на 25 чашек здесь. Ну, с учетом того, что 200 рублей мы платим за чашку кофе, в кафе-то очень даже идешь. Вот, дам маме попробовать. Так, вот мама, кстати, у меня пишет. Сейчас я за ней должна доехать, и будем делать с ней дела. Что еще хотела сказать? Что еще хотела сказать? Боже мой, боже мой. А, блин. Хожу, короче, сейчас на LPG массаж начала ходить. Не тот, который я делала, когда костюм, знаете, одеваете, а маслом. И мне кажется, что маслом намного эффективнее. Я прям с первого раза, мне прям очень понравилось вообще состояние своей кожи там и так далее, да? Плюс девочка, которая мне делает, это сестра моя, очень хорошая знакомая. И она еще мастер спорта по фехтованию. Короче, человек, вообще у нее там вся семья спортсмены, и она, ну, как бы, знает о спорте, она тренирует детишек, там, как бы, работает. И я пошла, как бы, к ней на массаж. И еще мы сделали тейпирование. Вот сейчас я сижу, у меня затейпирован живот, я его могу показать дома. Попа, ягодицы затейпированы, но попу не покажу. И ноги еще. У меня немножечко там это, ну, пальчики, короче, там, неровно хочу выровнять там пальчики чуть-чуть, да? И они так классно смотрятся сейчас под босоножки, под все такое. Вот, и у малого там тоже посмотрела она, и можно было бы вот для профилактики очень клевую штучку сделать. Она ему сделала, и он, представляете, снял. Жалко. Но она говорит, я новый пластырь еще возьму, другого цвета. Может, ему другого цвета, для него специально понравится. Мы еще раз попробуем ему затейпировать ножки. Ну, чтобы, в общем, правильно становилась стопа. Вот, короче, находка просто, супер цены, я говорю, очень бюджетные цены у девочки. Прям молодец она. И она, ну, прям профи, короче, она видит, знает, делает все от души. Короче, классный человек. Такого человека вот найдешь, и все. Вот, в Ростове я нашла, и все, теперь она приведет мое тело в порядок. У нее разные там есть массажи LPG, потом еще какой-то сложный, блин, разбивает там жиры все. Короче, я узнаю, более подробно расскажу, потому что сейчас я вообще ничего не соображаю. Ну, я к ней еще послезавтра пойду, я через день сейчас буду ходить на этот LPG массаж, прям вот серию сделаем, чтобы разбить весь мой цилик. И шики. А, еще у нее есть плазмолайнер, короче, она убирает растяжки и много чего. Короче, она, я говорю, она мастер на все руки. Все, сейчас едем за мамой. Девочки, вот пришла домой, вот смотрите, мои ножки, да. У меня, в общем, вот здесь, ну вот, большие пальцы, они вот так вот прям плотненько, да, здесь. И мне немножко раздвинули, как бы, чтобы пространство вот здесь было. Вообще, оказывается, можно выровнять мои пальчики еще все. Короче, благодаря вот этим вот тейпам можно очень много проблем всяких решить. Сейчас покажу животик. Ну, только сделали, вообще мне дискомфорта никакого нет, мне все клево. У меня прям снизу такой немного в тонусе держу. Также ягодицы сделали, ягодицы тоже у меня в тонусе, прям сразу приподнялись, такая попа классная. В общем, мы показали мне там еще пару упражнений, которые нужно делать. В общем, работаю над тем, чтобы попа приподнялась, живот, мышцы были в тонусе. В общем, очень нравится мне такая тема. Девочки, пробую кофе сейчас, вот в Фонтаке взяла, орех макадамии. Ну, короче, я вам во влоге где-то показывала. Вот он. Я сюда бросила, сейчас, знаете, где-то две трети от чайной ложечки. Сейчас попробую на сладость, потом сахара, может, добавлю. Они сказали, вроде не сладкий. Добавила щепотку сахарозаменителя, стало чуть получше. Слушайте, сам по себе, как растворимый, конечно, да, классный, но все-таки натуральный кофе рулит. И у них есть, кстати, такой вкус натуральный еще. Надо было взять натуральный. Доброе утро, просыпаемся, ждем, пока занесут нам всю кухню. Вот. Я не знаю, как они будут тут собирать, конечно. Места вообще нет, просто все заставили. Привет, мои хорошие. Блин. Привет, мои хорошие. Вечер. Я смеюсь с того, как Таня всё время готовится к тому, что я беру камеру и всё. Она переживает за то, что вы такие внимательные у меня всё везде замечаете, где чё, как не так лежит. Кто где не так смотрит, как выглядит. Каждый раз, когда я включаю камеру, она напрягается и такая всё так. Всё. Знаешь, как, Тань, перед смертью не надышишься. Вот перед тем, как хейтеры начнут бомбить, тоже не это. Не наубираешься. Смотри, какая красотка. Да. А я вот. А я вот. Да у меня башка грязная, Танечка искупалась, всё, видите, примарафетилась. А я просто выскочилась сегодня из дома, у меня там пока делают все эти штуки. Я не красилась, не это. Я вообще, на самом деле, не собиралась вообще никуда заезжать. Я собиралась просто дома. Вот так. А как я вот так смотрю? Я волосы смотрю, говорит, цвет волос. А, покрасилась, сделала смывочку, смотрите, тёмные корни сделала, а здесь немножечко смывочку сделала, и вот на солнце играет такой, более медный такой, да, цвет. И вот она кайфует сегодня. Да. Короче, я собиралась вообще во дворе просто с Денькой поиграть, а Даня говорит, поехали в машину, поехали на машине. Денечка, пошли. Так Денька это у нас выиграла? Да, да. Поехали на машине, поехали на машине. Я говорю, ну поехали. Мы позвонили Тане, она говорит, да приезжайте. Мы сейчас едем, короче, в горизонт. Едем в горизонт. Хочу заказать я всё-таки эти прикроватные тумбочки и стеллаж. И мама мне там сказала, что пьесе я пошла и купировала подарок. Дала мне денег, и она давно хотела мне кое-что подарить. Говорит, на свой вкус выпери, и это будет подарок. Потом в подарках вам покажу. Поехали.